Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Я всех приветствую в этом видео. На связи Федор Васильев. Конструктор страниц на Joomla 4 SP Patch Builder обновился до версии 5.0.1. Совсем недавно, в 2022 году, они выкатили совсем новую версию с улучшенным редактором, с новыми виджетами. И это была четвертая версия. Прошло совсем немного времени, теперь уже пятая версия. Одно из главных преимуществ, которые я заметил, это, наконец-то, они сделали возможность загружать собственные произвольные шрифты на сайт. Давайте в этом видео посмотрим, что изменилось в новой версии 5.0.1 SP Patch Builder. Итак, давайте посмотрим, какие новшества есть в компоненте SP Patch Builder в версии 5.0.1. Вот, перед вами открыт мой тестовый сайт. На момент записи видео последняя актуальная версия Joomla 4.3.3. И последняя актуальная версия компонента SP Patch Builder 5.0.1. Итак, переходим к компоненту SP Patch Builder и сначала посмотрим Settings, настройки. Хоть и у разработчиков сказано, что есть локализация на русский язык, но по факту очень много непереведенного. Если мы вот здесь переведем Language, конечно, этот компонент просто нуждается в переводе. Мы видим русский язык, видим Активен, то есть он установлен, но просто переведено там очень-очень мало. Поэтому нам придется довольствоваться англоязычной версией компонента. Какие-то моменты я буду пропускать, которые я там озвучивал. Ну, то есть многие настройки перекочевали из старой третьей версии, которую я ранее озвучивал. У меня был обзор на четвертую версию. И рассмотрим самое интересное, что здесь может быть. Соответственно, здесь ничего интересного нет. То есть это уже ранее было озвучено. Что добавлено в новую версию? Это Color Library. То есть вы можете заранее заготовить настройки цветовую палитру. Давайте попробуем. Нажимаем на кнопку, даем сначала название, например, цвет 1. Далее, во время редактирования страницы мы посмотрим, как вызывать нашу палитру. Нажимаем на галочку. Теперь мы по плюсу сами можем код цвета задать или отсюда из палитры выбрать. Просто назначаем цвета для палитры. Оставим классику. Давайте создадим еще. Цвет 2. Здесь у нас, соответственно, мы зададим какие-нибудь постельные тона. Ну и еще один создадим. Какой-нибудь оранжевый. Вот так. И нажимаем на кнопку Save. В любой момент сюда можно вернуться, удалить вот по крестику цвет, удалить полностью вот так по корзиночке, добавить новых и так далее. Лицензионный ключ здесь. Ну, если у вас куплена лицензия, то будет очень удобно вытягивать готовые макеты, блоки. Мы тоже рассмотрим. У меня лицензионный ключ есть. И посмотрим. Дальше. Языки понятны. Дальше. Интеграция. Ну, это было и раньше в компоненте SP Page Builder. Сказано, что у них новая переработана Media Manager. По категориям удобно отсортировать видео, аудио, файлы. Вот я бы даже попробовал аудиодорожку тут загрузить. Folder. Это все папки изображения. Корневая папка. Attachment. Думаю, здесь понятно. Можно отсюда загружать файлы или непосредственно при создании страницы. Дальше перебираемся к самому важному. Долго все это ждали. Это загрузка пользовательских шрифтов. Я лично сам это ждал. Очень долго это не было здесь реализовано. Это очень хорошо. У нас есть возможность загружать свои собственные шрифты прямо на сайт. Также можем здесь назначить шрифты и потом использовать их при создании страницы. Давайте с компьютера я загружу шрифт. Здесь, кстати, нам показано, рассказано, что нужно сделать. Нам предлагают по этой ссылке скачать, выбрать сначала и скачать интересующий нас шрифт. Обязательно потом нужно сгенерировать из шрифта специальные файлы и папки через вот этот сервис. Давайте сразу. У меня шрифты на компьютере есть. Выбирать мне с этого сайта не нужно. Вы можете с любого сайта выбрать шрифт. Мы перейдем вот по этой ссылке. Я покажу процесс. Я кликаю в новой вкладке браузер, открывается вот такой сервис. Теперь с компьютера по нажатию вот этой кнопки ищем шрифт на компьютере. У меня есть уже готовые шрифты. Шрифт может в формате быть ttf. Ну давайте какой-нибудь шрифт я посмотрю. Какой-нибудь такой необычный, чтобы его сразу было видно. Давайте я вот этот вот возьму. Открыть. Здесь можно оставить точку оптимал. Ставим птичку и даунлаут. И сам сервис сейчас нам все соберет. То есть он соберет архив с разными файлами и папками и предоставит нам это скачать. Вот у меня это скачано на компьютер. Если мы посмотрим папку. Откроем. Посмотрите как много всего тут сделал. И файлы css, и текст, и новый формат шрифта, и еще какая-то вложенная папка. В общем нам нужен этот архив. Дальше возвращаемся на наш сайт и нажимаем на кнопку Upload Funds. И с компьютера выбираем. И у нас приспокойненько мы видим загружается это все дело. Видим этот шрифт здесь. Таким образом вы можете сюда загрузить разных шрифтов. То есть с разными стилистиками. Если потом вдруг будет что-то не нужно, можете remove удалить отсюда. В общем здесь вроде бы все работает. Дальше. Новое новшество это Custom Fonts. Вот здесь я уже иконки загружал. Давайте их удалю. У вас будет вот так. Но я заметил, что выбранные мной иконки, произвольные иконки, не отобразились. Во время создания страницы. Сейчас мы это посмотрим. На борту SPPage Builder и так есть встроенные шрифтовые иконки. Но если их не хватает, вы можете сюда загрузить. И здесь, кстати, перечислено с каких сайтов можно получить иконки. Один из таких сайтов, вот он. То есть вы тоже можете просто скопировать название икумун, допустим, вставить в Google поиск. И вам сразу попадется вот этот сайт. Короче, как это работает. Вы просто выбираете те иконки, которые вас в этом списке огромным заинтересуют. По плюсу. И получаем, мы собираем коллекцию. Нажимаем на коллекцию. Дальше, вот у меня тут, допустим, три иконки. Может быть, куда больше. Мы нажимаем Download. Скачиваем тоже архив. Вот мы видим, скачалось на компьютер. Далее мы нажимаем на кнопку Applaus. Вот эта папка у меня здесь тоже показывается. Я ее загружаю. Вот загрузились эти иконки. Их также можно временно отключить, включить. То есть можно сразу удалить. Ну, давайте посмотрим потом, как это будет работать. Аддоны, ну, здесь все понятно. Это виджеты, которые можно какие-то не использовать. Это уже было объяснено мною ранее в четвертой версии. И Page. В общем, смотрите, что здесь сделано. Вообще, почему они перешли на пятую версию так быстро, когда четвертая вышла не так давно. Видимо, очень много пользователей просили, чтобы они вернули редактор, внутренний редактор страниц. То есть не визуальный редактор, когда мы все видим, каждый элемент сайта, как вообще сайт выглядит сразу. А именно внутренний редактор. У меня здесь есть уже две страницы. Главная и ТС страница. Новая страница создается по кнопке. Назовем, допустим, Demo. Давайте с ней будем работать. То есть сразу открывается страница. И прямо отсюда мы можем перейти в FrontEnd Editor или прямо здесь начать ее редактировать. То есть если мы нажмем на кнопку, добавим там на колонку, нажмем по плюсу. Итак, просто перетаскиваем какой-то виджет, перетаскиваем там что-нибудь еще. То есть вот в таком виде мы можем редактировать сайт, не видя сайт. Возможно, в каких-то случаях это удобно, если это длинная структура сайта. Я не любитель пользоваться таким визуалом. Лучше пользоваться FrontEnd, я считаю. Но многим пользователям, видимо, это нравилось. И они вернули этот редактор. То есть вы можете просто нажать Save, сохранить страницу, потом Preview, нажать Preview, посмотреть, что получилось. Или лучше просто нажать вот так вот, сразу перейти в визуальный редактор, когда вы будете видеть сайт. Давайте я авторизуюсь. Вот он, визуальный редактор. И здесь мы будем сразу видеть, что происходит. Давайте, допустим, добавим строку. Добавим. Да, кстати, здесь, обратите внимание, в опере, в браузере опера, не работает перетаскивание аддонов. То есть в режиме редактирования бэкэнда страница получается переносить. Здесь вот видите, я переношу, не работает. То есть до сих пор они не решили проблему с оперой. Мы можем пойти другим путем. Нажать Labor, то есть библиотека, перейти в здесь вкладка Blocks, ну, к примеру. Это, кстати, уже для обладателей лицензионного ключа. Вы не сможете вытянуть ни блоки, ни готовые шаблоны, с которыми удобнее работать. Это ускоряет и облегчает работу значительно. Сайт можете собрать за считанные часы. То есть вот так вот нажать на Insert вставить мы не сможем, если нет ключа. Я просто хочу показать вам, допустим, вот я вставляю Insert, вставляется, видите, мы сразу видим сайт, визуальный редактор. Ну, понятно, что мобильная версия, настройка мобильной версии. Я хочу просто показать вам, если я нажму на точки параметра, параметра, рассмотрим с вами то, что мы с вами в настройках настроили, то есть цвета. Перехожу Color, цвет. Вот снизу появляется наша палитра, которую мы заготовили. Цвет 1, цвет 2. Видите, как они меняются. Я просто нажимаю по квадрату и у нас заливка меняется. Да, но только не красного этого квадрата, а всей секции. Правой кнопкой мыши по красному прямоугольнику я нажму и нажму Settings. Стили. Color. Вот он, красный цвет. И также здесь доступна палитра. Вот, вы видите, я делаю черным, белым. Вторая цветовая палитра. То есть, вот эти, то, что они добавили цвета, это, конечно, очень удобно. Теперь давайте поработаем с заголовком. Посмотрим, как действует пользовательский наш кастомный шрифт. То есть, я выбираю заголовок. Мы видим этот текст здесь. То есть, вот этот текст, давайте я переведу. Вот в школу Федора Васильева заголовок написал. И теперь мы с вами посмотрим шрифты. И наш пользовательский шрифт. Вот его название. То есть, вот это все внизу, это встроенные шрифты. А вот это, это наш шрифт. Применился, только он как-то странно. Это уже надо разбираться. Далее со шрифтом, потому что вот здесь вот я вижу, что он показан как нужно. Но здесь он абсолютно так не выглядит. То ли этот шрифт не работает с русским языком. Тут надо уже конкретно смотреть. Скорее всего, он кириллицу не воспринимает. Тот шрифт, который я выбрал. Но шрифты точно работают. Я до этого променял. Пока тестировал. И шрифты локальные работают. То есть, это очень хорошо. Касаемо иконок. Давайте я посмотрю, какой-нибудь блок сразу готовый с иконками. Давайте какой-нибудь блок я загружу с иконками. Нажму на какую-нибудь иконку. Дальше здесь я посмотрю. Когда вы загрузите хотя бы какие-то иконки кастомные, помимо вот этих иконок уже существующих, вот здесь вот будет ссылка. Мы сюда нажимаем. И вот как раз о чем я говорил. Иконка почему-то здесь не видна. Но прямо отсюда тоже можно Upload Custom Icon. Мы можем прямо отсюда загрузить иконки. Я попробую еще раз. Вот мы видим еще одна добавилась. Ну, в общем, что-то здесь не работает. Иконки не показываются. Все остальное пока что работает. Шрифты и все остальное. Что еще? Они добавили вот такую вот структуру. Если сайт большой, длинный, очень удобно. Вот раскрываем и мы можем видеть. Глазиком отключать, допустим, вот этот блок. Единственное, что непонятно, они не подсвечиваются. То есть сразу не особо удобно. И с зажатым шрифтом я не могу выделять сразу несколько секций. Тоже, я считаю, надо дорабатывать. Но они вот вывели такую штуку. Это уже хорошо. Структура. То есть отсюда я могу, допустим, сразу удалять целыми блоками. Если, допустим, мне это не нужно. Давайте посмотрим, хотя уже, наверное, ранее показывал, какие здесь есть интересные, возможно, новые макеты. Прямо отсюда library можно нажать. Именно готовых шаблонов. То есть здесь все разбито, естественно, по категориям. Здесь видно, что оформление не только главной страницы. И там вот такие видно, что есть еще внутренние вложенные страницы. На них можно посмотреть. То есть страницы контактов, страницы там у нас и подобного рода страницы. То есть помимо блоков, вот этих, которые мы с вами уже смотрели некоторые, давайте что-нибудь интересное посмотрим. Допустим, вот этот сайт. Как на него посмотреть? Вы на него нажимаете, и здесь вы видите разные страницы. Они подписаны. То есть можно загрузить. Создаете новую страницу, допустим, потом выбираете, и можете просто в готовом видео ее загрузить и отредактировать под себя. Если, конечно, вам нравится этот шаблон. Это ускоряет работу, как я уже и говорил. И опять же, вы это сможете установить только если вы купили лицензию, у вас есть лицензионный ключ. Вы также можете просто нажать Live Demo, и в новой вкладке браузера просто посмотреть воочию, в готовом виде этот шаблон, все ли вам тут нравится. Останется вам только заменить потом контент на свой. Ну давайте главную загрузим. То есть главную выбрали, нажали Import, идет загрузка. И сайт помещается. Да, здесь я использую KCP, родной шаблон Joomla 4, который на самом деле здесь не подходит. Здесь нужно какой-нибудь Helix Ultimate, какой-нибудь шаблон, также от Joomshaper использовать. Тогда будет смотреться нормально. Ну и все. А потом просто редактируете. То есть прямо отсюда можете просто поменять текст на свой. Просто выбираете элементы, сбоку появляются настройки этого элемента. Меняете название, меняете ссылки, меняете картинки. Что хотите, в общем, здесь можете поменять. Что тоже важно, что уже не надо будет заморачиваться с мобильной версией сайта. Она уже готова мобильно, адаптивно. Вам останется только где-то подкорректировать, поменять. Все картинки, все названия, и сайт у вас готов. И потом просто можно во время даже редактирования просмотр, предпросмотр. Да, но предпросмотр не увидите. Надо нажать сначала сохранить. А потом нажать предпросмотр. И увидеть сайт воочию. Да, он отличается от демо. Как я уже сказал, здесь у нас неподходящий шаблон. То есть шаблон KCPU нам не подходит. Надо установить бесплатный шаблон. Можно от тех же разработчиков. На этом обзор закончен. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Я с вами не прощаюсь. И очень скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok